Она реально неадекватная, я на неё смотрю, думаю, она вообще понимает, что происходит? А у нас же есть ещё какой-то врач-эксперт, оказывается. У неё есть досье на каждого. А, вот в пятницу, в четверг она нам, короче, заявила. И что это за досье? А, вот слушай, про врача-эксперта. Кто как работает, не соблюдает стандарты, не назначает нам то, что нужно, пациенты не обследованные. То, что из серии «Я и так всё знаю», это типа ваша самоуверенность, она никогда до добра не доводит. Знаешь, так хочется сказать... Она всегда всё унижает. Да, да, да. Нет, чтобы, как сказать, ребят, давайте будем стараться. Вот есть стандарты, а то всё с каким-то угрозом, с унижением. Под этими вот пятками. А что, конкретно жалобы были на кого-нибудь? Ну, вот такие, знаешь, по существу ведь не было жалоб, знаешь, чтобы там недообследовали или что-то там. Таких ведь жалоб у нас не было. Ну, мне кажется, ну, не знаю, мне нравятся наши такие большинства, у нас такие нормальные. Ну, по крайней мере, скилл, кого я отправила, тебя, Гапонова, Моисеева, там. Сердюковская, Волхова. Маша, ну никто же... Это мои любимые врачи. Нет, ну никто же сверхмеры-то их не обследует, правда? Нет, это же не нужно. Вы должны вот... И знаешь, и вот это вот она несла, несла, несла. Но в четверг всё закончилось тем, что она... И вообще. Мы, короче, типа вас всех отслеживаем. Мы как-то боимся. Если вы будете работать в радиусе трёх километров, где-то ещё, мы, типа, будем вас увольнять. Мы сидим таки ржём вообще. Ты кого вообще пугаешь, там непонятно. А я, Гапонова, говорю, слушай, я говорю, я просто... А химки это в радиусе трёх километров? Да, 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 в химках имеется в виду. Потому что они же Казарина вычислили на сайте открытой клиники. Ага. Вот. Ну, типа, мы будем вас увольнять, потому что, типа... А что в этом особенно? Почему? Люди будут там... Нет, вы будете уводить клиентов, типа, ну логично, если там прайс ниже, логично ли люди уйдут. Это очевидный факт. Ну да. Понимаешь? А до меня ей просто уже, вот реально не до чего выебаться. Ну, а до чего? Я с чем... Ну, таблетки, да, далили таблетки дальше. Нет, таблетка тут вообще ни при чём. Она, короче, такая в пятницу. Чё-то она там... А, зашла в кабинет, она там терапевтов. У неё уже ФВД и теперь новая фишка. У неё там, знаешь, просто ябрёт вообще не... Она не знает, что ещё сделать. Вы ставьте людям не пять пиявок, а восемь. Да я, наверное, разберусь вообще, чё, как делать. Вот без вас вообще абсолютно точно. Ну, короче... Не пять, а вот. Ну, понимаешь, какой-то вопрос. А вы пробовали, чтобы восемь пиявок чесались и кровили? Вообще, вы пробовали хоть раз себе ставить? Вот, вот тут вот есть ещё один час. Вы вот типа можете в понедельник. Я говорю, понимаете, так нельзя. Либо пациенты знают, что не входит среда, воскресенье, да? Я им что, буду звонить в три дня? Говорит, приходите сейчас на пиявки. Вы это, ну... Сами-то должны головой, ну, адекватно соображать-то, да? Так вот, она, значит, вот это унижала, унижала. Мы типа вас отчислили, будем это вычислять. Вы вычисляете? Чем вы пугаете? А я как он и говорю, понимаешь, я говорю, у меня зарплата на ставку, на пятидневку. Семьдесят тысяч не дотягивает. Вот именно. Я говорю, у меня зарплата средняя по Москве. Средняя я. При том, что если посчитать, сколько денег мы приносим... Вот. Я говорю, у нас написано 25% от стоимости в договоре. О стоимости то, что пациент платит в кассу. А не то, что они там придумали. Я говорю, поэтому... Ну, как бы, я же говорю, если они будут вот меня, ну, как бы, тыркать, я реально напишу заявление, ну, хер, ну, ради чего я должна это терпеть наняжение. Но в пятницу она придумала, короче. Она зашла... Тебе. Ну, она зашла в таком случае. А ты еще не ходила? Нет. Нет, я не... Один ему сказал, не ходи. Ну, как бы, у вас оплата сдельная. Говорит, что ты придешь, ей скажешь? Подисти мне процент? А. Он с договором вообще юридически неграмотный. Да? Говорит, ну, ты можешь эту вообще бумажку в жопу лухим. Говорит, ну, у меня еще там старый, когда я только устраивалась, в 14-м году. Он говорит, у тебя написано 0,25 ставки, да? Там МЦ1 и МЦ3, да? Я же еще тогда в этом работала. Там, на Алексеевской. Там был другой договор. Он говорит, понимаешь, ну, при этом у тебя написано 0,25% от стоимости. Он говорит, ну, тут как бы либо ставка, либо... Он говорит, у тебя нет ставки по договору. А. Ну, ты хочешь не доеду? Да. Он говорит, ну, как бы, если они тебе придут, скажут. Говорит, ты им сразу спроси, вы мне процент понижаете. Ну, как бы, если будет все то же самое, ну, там, если они очень хотят, говорит, пиши. А сама говорит, что ты придешь, что ты им скажешь. Понести мне процент. А просто уберешь все, и все. Ну, все, нет, не убрали, да. Во-первых, я сказала уже, что же Лариса Светлана. Говорит, Светлана, вы там подготовьте ее, Виктору, чтобы это не было. Выкли, а то перенетальный так, в общем, душа рвется после всего, что-то тут расплылось. Короче, она в пятницу. Ну, доебаться уже вообще не до чего. Понимаешь, я когда делаю блокады, если после меня там, ну, нет никого, ну, то есть это не 10 утра, я, конечно, не убираю этот срач, потому что еще я буду убирать, если в кабинете за собой, да.